Внедрение возобновляемых источников энергии сегодня в тренде. Причины и следствия вполне очевидны и останавливаться на них просто нет смысла. В соответствии с постановлением президента, меры по расширению возможности эффективного использования энергоресурсов стали еще одной отправной точкой для наращивания объемов выработки электроэнергии за счет солнца, ветра и воды. Только в Бухарской области на более чем 3,5 тысячах объектов в этом году предусматривалось установить солнечные панели. Как идет работа узнавала моя коллега. Важность перехода на возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности увеличивается с каждым годом. К тому же технологии, которые позволяют получать энергию из возобновляемых источников, в большинстве случаев обходятся дешевле. Также альтернативные источники более локализованы и в связке с традиционными обеспечивают более высокий уровень энергетической безопасности. Согласно постановлению главы государства, в стране осуществляется постепенный переход на solar energy. К примеру, в Бухаре в акционерном обществе «Шахрут» установлено устройство мощностью 650 киловатт. В начале 2023 года мы подписали соглашение с корейской компанией. Общая стоимость проекта составляет 600 тысяч долларов. Нашей основной целью был полный переход на зеленую энергетику. Для этого мы приобрели солнечные LED-панели на 650 киловатт. У нас также есть возможность продавать получаемую энергию за рубеж. Таким образом, мы сможем быстро все окупить. Проект реализован в сотрудничестве с корейской компанией, которая также позволяет осуществлять продажу экологически чистых источников энергии. Наша компания является мировым лидером в производстве и использовании технологии альтернативной энергетики. Использование этого вида в производстве считается очень эффективным. Предпринимаются шаги по созданию альтернативных источников энергии в Узбекистане. Мы рады, что наша компания вносит свой вклад в работу по переходу к зеленой энергетике в вашей стране. Этот проект является одним из крупнейших. Я думаю, что наше сотрудничество будет продолжаться и впредь. В нашей республике поставлена задача постепенного перехода предприятиями на альтернативную энергетику минимум на 50%. В настоящее время в нашем регионе проводится активная работа в этом направлении. В частности, путем установки солнечных панелей удалось покрывать свои бытовые нужды и освещение улиц зеленой энергией. Отмечалось, использование ВИЭ – это требование времени. Принимая во внимание важность борьбы с изменением климата, использование альтернативных источников становится все более актуальным. Осознавая важность и эффективность использования зарубежного опыта, ведется активное сотрудничество с ведущими странами в этой области.